Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Сегодня я приглашаю вас в новый вкусный влог. Спасибо за то, что поддержали в прошлом прошлое видео. И видео о медленной жизни вам пришлось по душе. А сегодня поговорим о том, как мы едим. Или о новом движении Slow Food. Но не будем вникать вот прям в сердце этого движения, а просто я вам расскажу о нашем питании. Сейчас я завариваю чай. Чай с малиной, травами, шалфей, тимьян и различные травы, которые растут у нас в саду. Вы знаете, такой тизан, еще был шиповник, очень полезен, когда вы чуть-чуть простыли или у вас насморк. А это салат из свежих кабачков и зелени. Вы знаете, правильно питаться очень интересно. Не только вкусно, но очень интересно. На смену фастфуду, который возник еще в начале прошлого века и был популярен, как стратегия экономии времени, пришли принципы медленной еды, Slow Food. И очень стали популярны в данный момент, в нашем 21 веке. Это очень хорошо и для природы, и для планеты, и для нашего организма. Вот сейчас я готовлю суп-пюре на вечер. При осознанном подходе к приготовлению и медленному употреблению блюд обостряется чувствительность вкусовых рецепторов. Также мы насыщаемся, мы стройнеем. В общем, здесь очень много плюсов. Есть основные принципы. И вы знаете, сейчас я вам показываю красивый шелковый платок. Еда это как и природа, как аксессуары. Она полна красок, вкусов. И знаете, главное это заметить. А этот платок вы можете купить в моем бутике Vintage by Светлана. Самое главное, это, конечно же, очень свежие продукты. Можно выращивать, а можно покупать органические продукты у проверенных производителей. Избегать пестицидов. И, конечно же, вы можете ходить в супермаркет, а можете ехать к продуктору или сходить на рынок. Вот как раз сейчас у меня была закупка у нас. И я заполняю холодильник. Если вы хотите такое видео, то обязательно мне напишите. Спасибо за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши комментарии. Вы знаете, самое главное, это готовить самим. Сейчас у нас очень мало времени, и многие просто-напросто перекусывают на беку. Но когда вы готовите сами, создаете вкусные блюда, то вы наслаждаетесь. И получаете положительные эмоции. Конечно же, здоровье. И самое очевидное, что очень трудно для меня, я никак не могу к этому привыкнуть, это есть очень медленно. Поначалу сложно отказаться от привычки, забросить в себя ужин и как-то перестроиться. Но постепенно, когда ты начинаешь контролировать себя, я вот честно вам скажу, то это получается. Не сразу, но это получится. И, конечно же, слушать свой организм. Такое интуитивное питание. Отказаться от необходимости съедать все до последней крошки. И выйти из-за стола вот с легким чувством голода. А все, что осталось, не выбрасывать, а просто-напросто можно заморозить. Я делаю это очень часто. Это выручает, когда нет времени. Просто в различные вот такие контейнеры и в морозилку. Все это спокойно и просто. И основную еду, конечно же, готовлю и мужу, и себе дома, и ребенку. Я сейчас как раз вот убираю все с террасы, потому что у нас сегодня такая какая-то погода непостоянная. То дождь, то солнце. Мы пойдем на семейный обед. Семейные обеды очень важны тоже. Культура, культура питания во Франции. Я уже об этом много рассказывала. В общем, ешьте самое главное в хорошем настроении. Не заедайте стресс и негативные эмоции. Пусть еда ассоциируется с приятными чувствами. И вы знаете, самое главное, чтобы была хорошая компания, любящие люди, накрытый красиво стол. Да-да, в конце этого видео я вам покажу посуду, которую я недавно нашла. Оставайтесь со мной. А сейчас мы у тети моего мужа Мишель. Она устраивает семейные обеды не каждое воскресенье, ну, несколько раз в месяц. Конечно же, вместе с моим сыном, вместе со мной, со свекровью мы готовим. Кто-то приносит одно, кто-то другое. И такой обед, он наполняет энергией, силой, здоровьем. И после обеда мы никогда не сидим дома в выходной. Мы выходим. Вы знаете, конечно, все мы живем в разных странах. И у кого-то местность позволяет гулять и наслаждаться. Да, конечно, не у всех под боком Париж и море. Но все-таки я думаю, что в том месте, где вы живете, всегда можно найти прекрасные, красивые места, насладиться природой. Потому что слово «фуд» и слово «ливинг», медленная жизнь и медленная еда – это становиться ближе к природе, что в продуктах питания, что и в стиле жизни. Это прекрасно. Замечать, наслаждаться и просто-напросто заметить эту жизнь. Мы сегодня побывали в одном парке, который находится в 10 минутах езды от нашего дома. Более подробно я показала в сторис, в инстаграм. Подписывайтесь. Было очень интересно, много развлекательных аттракционов для детей, природы. И французы с удовольствием наслаждаются воскресенье такими местами. И не только французы. А сейчас я дома разбираю посуду, которую недавно купила, потому что наслаждение для меня – это также эстетика в тарелке. Так я называю. Это эстетика в фарфоре, если хотите. Я очень люблю винтажную посуду. У меня есть винтажный бутик «Винтаж Бай Светлана». Ссылка всегда в инфобоксе и в первом комментарии. И сегодня вот как раз у меня случился набег на неделю, то есть не сегодня, на комиссионный магазин. И я не устояла. Всю посуду я еще раз говорю, что я не сохраняю для себя. Кое-что я покупаю для клиентов. Кое-что выставляю в бутик. Кое-что, конечно же, оставляю себе. Я обожаю фарфоровые чашки, кружки. И посмотрите, какой дуэт великолепный. Две чашки, чайные пары, очень известные марки. Какая красота и наслаждение. Напишите, любите ли вы посуду или нет. А это кофейные чашечки от Limoges. Они такие элегантные, грациозные, такие фин-фин, так называют французы. И еще и сливочник на две персоны. Вот такая красота. Сегодня я делюсь. Умный соусник, я про него вам уже рассказывала. Кто помнит, обязательно напишите мне. Белый фарфор, конечно же, мой самый любимый. Но я понимаю, что о вкусах не спорят. И вкусы бывают совершенно разные. Люблю свечи, подсвечники. Недавно сделала в инстаграме пост о том, какие свечи нужно дарить. Еда, посуда связаны со многими важными аспектами нашей жизни. То, как мы питаемся, влияет на наше самочувствие. А также на экологию, на политику и сельское хозяйство. Я всех обнимаю, целую. И, конечно же, увидимся в новом видео Винтаж Бай Светлана. Винтаж Бай Светлана. Так называется мой бутик. Почему-то двойной кадр. Но ничего страшного. Сейчас мы это исправим. А я еще раз убираю террасу. И прощаюсь с вами. До нового видео. Если у вас есть какие-то вопросы, сюжеты, которые вас интересуют, то обязательно напишите мне. И я с удовольствием озвучу. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok